Подобного эксперимента на трассе станции юных техников еще не проводили. Трасса совершенно новая для зимней гонки. Кольцевой участок включал в себя не просто езду по кругу с несколькими виражами. Каждый метр трека заставлял пилотов прикладывать максимум усилий и находить варианты проезда то по ледяной горке, то каменистому ковру или сыпучей горе. Формат Реал Трофи полюбился уссурийским пилотом. Вместе с гостями из Владивостока местные участники обкатывали грунт на треке. После единого старта кольцевую трассу каждый пилот проезжал два часа. Прерывались спортсмены только на ремонт и зарядку аккумуляторов у моделей. Штрафные баллы участники получали за помощь руками, нетактичное поведение или опасную езду. Из 15 участников был только один сход по техническим причинам. Примерно 8 мелких ремонтов, которые быстро заканчивались, и пилот со своим авто продолжал гонку за лидерство. Победитель определялся по количеству кругов при учете штрафных баллов. В итоге золото завоевал Константин Добряков. Костя унес с собой и переходящий кубок. Лучшим среди юниоров стал Семен Зайцев. При этом он получил специальный приз – прорыв года.